Так, добрый день, ребята! Опять Латвия на связи. Смотрите, я тут... Конечно, ютубчик интересный, да, я тут слежу за разными людьми. И вот тут есть такой Америка без монтажа, да, канал. И, значит, я когда-то его смотрел, человек там с женой эмигрировал в Америку и там показывает, как там, ну, жизнь в Америке, да. Да, и один раз они прилетали обратно там, ну, на родину свою, я понимаю, Украина, да, там. И, значит, прилетали, и я посмотрел вот это видео там. Ну, вот куда они тут приехали, в Киев что ли, да, по-моему. Вот. И, конечно, мне было интересно и Украину посмотреть, потому что я один раз в жизни всего лишь был, когда в каком-то там, ну, до восьмого класса, в таком возрасте, да, до восьмого класса я был в Днепропетровске. Ну, сами понимаете, это было советские времена и очень-очень-очень давно. И что ты там, ну, поймите, сколько у ребенка лет, если он до восьмого. Я не говорю, что это прямо в восьмом было, это еще раньше было, да, там, шестой, пятый класс. Ну, то есть, ребенок такой, да, и просто очень мало что помню, ну, чуть-чуть помню. Так что, да, мы были поездом Рига-Днепропетровск, по-моему, по прямой даже такой поезд шел несколько суток, да, и ехали экскурсию, так что с учительницей. Ну, вот, как-то так. И смотрите, идея какая. Я смотрю этого человека, Америка без монтажа, туда-сюда, и все, и как-то так интересно, почему я сейчас копался, я полчаса копался, это видео нашел, ребята, очень старался. Я перекопал пять или шесть их видео. Каждое видео там по 30-40 минут. Я копался, почему? Во-первых, вот опять такая идея, да, видите, так как у нас с православием, ну, лично у меня проблемы, да, вот, потому что, вы поймите, Библия говорит, что мы должны родиться свыше. И этот процесс не такой просто вот так, например, ну, как, сколько я могу сказать, то в Латвии, например, вот опыт Латвии, да, когда поговоришь с какими-то людьми постарше возраста, они скажут, я лутеранин. Подожди, я скажу, стоп, стоп, а как лутеранин? Ну, ну, у меня там родители такие были, и типа я теперь такой. Вы представляете? Библия же говорит, если ты не узнал, не познал, не узнал, не нашел, не встретился с Иисусом, с Богом, с Иисусом, это встреча у каждого там по-своему туда-сюда, но идея, да, сама. Бог-то говорит, что ты не можешь, там, от родителей перенять какую-то веру, да, ну, ну, нету такого, понимаете, ребята, как много людей вот это все извращают, и это дьявол. Конечно, что это автор-то дьявол, мы же должны понять, что это духовное, духовное все. И дьявол будет делать все, чтобы вот такие люди родились, да, и друг другу дальше вот такое передавали, да, и чтобы не было у людей, ну, как Библия говорит, или как мы говорим, живые отношения с Богом, да. Да, католики тут придумали, что через там вот таких идолов, этих икон надо там говорить с Богом, эти православные опять свои какие-то, эти батюшки опять, и эти иконы опять, это все. Хотя, когда ты читаешь Библию, везде, везде написано, что обращайся ко мне. И Иисус еще сказал там, приходите все ко мне, там, грустные, не грустные, как там на русском эти все, которые под каким-то там игом, не знаю, в общем, все приходите ко мне, он не говорит, бегите к каким-то этим, да, там, мертвым этим душам, да, душам, иконам, картинам, это все. И, в общем, так что мы должны понять, да, кто евангельский верующий, кто читает Евангелие, и понял, и прочитал, и читает, и придерживается, тот понимает, что ты по прямой говоришь. Бог, Иисус, там, Отец, вот все, ты с Ним говоришь, ты каешься, ты с Ним говоришь, ты молишься, ты там исповедуешься, ты там просто говоришь, беседуешь с Богом, ну, то есть, понимаешь, общаешься прямое, прямое. Потому что, так и в Библии написано, да, что никакие посредники, да, что ты можешь, вот, пришел к Иисусу и говоришь, да, вот. И Он даже сказал, если ты видел меня, то ты видел, ну, типа, и небесного Отца, да, то есть, вот, Иисус по прямой, тебе надо, не надо между Иисусом еще кого-то пихать, да, там посередине. Любому грешнику, любому человеку есть возможность сегодня прийти к Иисусу, каяться, говорить, общаться, вот, как Библия говорит, родиться свыше, и следовать за Иисусом, и следовать за Иисусом. Прямо так и можно, да, любой. Вот, и значит, что с этими людьми? И, я за ними смотрю, я перекопал кучу видео, я видел, я смотрел, но вы понимаете, когда люди рождены свыше, ну, они по-другому говорят, у них мышление, у них там, не знаю, ну, должно, давайте будем употреблять и даже такое, что как будто должно это все быть по-другому, да. И, короче, я этих людей смотрел, да, смотрел, и, ну, у меня получилось такое впечатление, что, ну, они есть грешники. Ну, по-разному, я не говорю, что они там наркотики кололи в эфире, да, и там, не знаю, что делали, да. Я следил, и я посмотрел, и посмотрел, какая опять там эта, какой открытой грудью ходит жена, да, там. Ну, из много мелких факторов ты можешь посмотреть, ты можешь уже что-то определить, или так должно как будто, Библия говорит, что мир должен увидеть разницу, да, между верующим и неверующим, и во всем, одежда, там, твое мышление, там, ну, все, и которое выходит на экран, ты как общаешься, что ты говоришь, ты дышишь смертью, или ты там Божьи дела говоришь и ободряешь, и ты где-то слово Иисус, и там все вот такое, ну, ну, то есть, когда ты горячий эстонский парень, как говорится, да, горячий верующий, ну, должно это видеть, быть понятно, да, я стараюсь, в любом случае, посмотрите, все мои 530 видео, я там, этот, как его, из кожи вон лезу, да, ну, ну, как-то так, в любом этом, я нигде там не говорю там, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, да, то есть, у меня такого нету, вы видите, да, и, значит, что я по этой семье, значит, и что, и, значит, я смотрел, и я думаю, да, вот такие грешники там, то и сё, и там, ну, ну, мне такое впечатление становится, потом я увидел недавно, вот сейчас не хочу там открывать, вот это я просто сейчас поставил на паузу, что я хочу вам быстро показать, я увидел несколько роликов там, вперед-назад, не помню, что этот человек, он там крестик, крестик, у него крестик на цепочке, о, не понял, а теперь уже понял, что это опять зараза, вот это православие, люди вешают крестик, он говорит, он, например, вот сейчас подойдёшь, конечно, я православный, а я, когда посмотрел его 100 или 200 или 300 видео, нигде не вижу, какой православный, ты что, ну, не рождён он свыше, и почему я вот это открыл? Ребята, смотрите, я это смотрел год назад, и тогда уже мне жалко было и заболело сердце, сердце болело, что я видел, что они прошли мимо такой евангелизации, и посмотрите сейчас, оказывается, там была евангелизация, там были верующие, да, но посмотрите, что они сказали, и как они, ну, как, то есть мой такой видео, да, наверное, назовётся, как можно пройти мимо Иисуса, вот посмотрите. Пандусы, аккуратно с пандусами, Светлана. В общем, друзья, у нас уже шумно, сейчас я перейду на эту сторону, чтобы нас было видно вместе, в общем, у нас уже шумно, и у нас уже вечер, поэтому мы сейчас идём отдыхать, гулять, а я думаю, мы уже с вами встретимся на днях, мы будем снимать новые ролики, и будем показывать наш новый перелёт, буквально через пару дней мы уже будем снимать, как мы в самолёте покидаем эту замечательную страну. Так что вот такие дела, а пока, друзья, комментируем, подписываемся и ставим лайки. Так, а здесь какая-то снова движуха. Надо типа входить, это тени за. Так, мы не будем мешать. Фонтанчики Лео удачут. Лео любит фонтанчики. Вот поставлю маленькую паузу, видите, палатка, Христос, потом ещё там в конце Христос. И вот, я так понимаю, что идёт какая-то евангелизация, и что люди вот пришли, смотрят, да, и там что-то, кто-то, чего-то, видите, колоночки там, ну, ну, происходит, ладно, хорошо, пусть не самая какая-то там, смотрю, что никто там в Евангелии пока не проповедует и не говорит про грех людям, чтобы они, ну, могли понять, что они грешники, и что им надо покаяться. Но какая-то музыка играет. И вот слышали, они сказали, ой, там всё, это мы там мешаем, мы там это пройдём. То есть смотрите, как они близко были к живому Богу, скажем так, и смотрите вот дальше. Вот видите, ещё прошли мимо, там своё какое-то вот это всё, и вот это такой пример. И вы понимаете, сколько, я вот что этим хочу сказать, вы понимаете, сколько людей в мире, сколько людей в мире, да, вот так проходит мимо Иисуса. Вы понимаете, Иисус, ну, так грубо скажем, да, так, ну, Иисус так близко, да, вы понимаете, что Иисуса живого здесь нету на земле, есть церковь, есть люди, которые проповедуют, где знаки, где надписи, где музыка, где слово звучит, ну, понимаете, да, вот, видно же что-то, ну, понимаете, мы же это, как его, не стоят верующие, как невидимки, невидимки, как эти медузы, да, там, желе прозрачное. Нет, всё это. И вот в данный момент я тогда переживал год назад, думал, я думал, вот они, у них так близко было, в родной стране, прилетели с Америки, вот, не покаялись там, не знаю, живого Иисуса не узнали, может, на родине вот это всё. И, смотрите, улыбаясь там своё, туда-сюда, и прошли мимо Иисуса, смотрите. У меня всегда говоришь, знаешь, почему я такая домой, да, ну, скажи, ребятам, почему ты такая? Что ты едешь домой? Мы едем домой? Ребятам, мы такие счастливые, я всегда даже не представляю. Ну, в общем, я выключил, как вы понимаете, и поняли, да? Вот счастливее от чего? Вот в конце можно задать вопрос. Вы понимаете, вот счастье, вот счастливее. А Библия-то что говорит? Если у нас нету мира в Иисусе, если у нас нету мир с Богом, если у нас нету покоя, если у нас нету вот это счастье, что Иисус нас нашёл, грешников, да, и спас по благодати, в вере, да, и представляете, ну, я очень, очень sad на английском, очень, не помню на русском уже, sad, это грустный, 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 во, во, вспомнил. Ребята, я очень грустный, я очень грустный, ребята, за эту семью, за эту, ну да, за эту украинскую семью, скажем так, да, вот, вот как-то так, и вот такой пример, как можно пройти двух шагах, скажем так, мимо Иисуса в твоей жизни, да, ну, как-то вот так. А если ты просто вешаешь крестик и говоришь, что ты такой и такой, ребята, я могу прицепить себе спереди бампер от Запорожца, от, как там, как у России, вот это, от, как там, капелька, не помню, ну, я могу от Жигулей, от Жигулей, хорошо, я вешаю бампер спереди, бампер сзади, немножко громко, так это, брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум, и, ребята, я вас 2107, а почему нет? Ну как, я думаю, что я 2107, вешаю это все, атрибутику, спереди-зади, стою и вот так брум-брум-брум-брум-брум делаю, и вот вам, пожалуйста, так же самое и с религиями, или с этими всеми, да, что ты принадлежишь там такому, там, уторанен, да, ты живого Иисуса не знаешь, от каких-то своих предков там что-то понавесил, прицепил, а Бог говорит, я же тебе знать не знаю. И, ребята, такие люди, вот это такой негативный пример. Если бы люди были бы родившиеся свыше, то они бы все совсем по-другому. Их не этот ютуб-канал был бы по-другому. Разговоры, ценности, ну, то есть, ребята, ну, посмотрите каналы верующих людей, я вижу. Есть с Америки, где вещают, верующие, да, есть каналы, я видел, встречал, смотрел. И посмотрите вот здесь, здесь все формально. Да, есть цепь, есть крест, а мимо Иисусу ты проходишь, или они прошли, скажем так. Ну, вот так.